Слава Украине! Героям слава! Привет всем с Киева! Я, как видите, нахожусь на Крещатике. Бутний день сегодня, пятница. Народу тут так немного. Хотя, вечером будет, конечно, тут все выглядеть несколько по-другому, потому что люди будут идти с работы, молодежь начнет подтягиваться. А пока что довольно пусто. Ну так, если не брать тротуар там сверху, то в общем-то такое. Да, что у нас еще интересно. Сегодня мы... Да, прежде всего давайте по Киеву. По Киеву, знаете, если бы не знать, что вот война, если бы не знать, что в 20 километрах от Киева, или даже меньше, есть такой город Ирпень, а рядом Буча, а рядом еще Бородянка и Матышин и так далее, которые просто снесены войной, которые просто снесены российскими фашистами, то можно было бы сказать, что ничего и не происходит, что все у нас нормально. Но, как все мы прекрасно знаем, у нас ничего сейчас не нормально. И вот эта мирная атмосфера в центре Киева, она в значительной степени напускная, потому что, ну да, мы не обращаем внимания на Бутлера, мы не обращаем внимания на его банду. Но она же есть, она никуда не делась. И так, вот такое напряжение, оно все равно чувствуется. В то же время в Киев вернулись, ну, скажем так, по моим знакомым вернулись уже почти все, кто были в отъезде из-за путлеровской агрессии, почти все уже дома. И я так подозреваю, что в городе, ну, в настоящий момент так, на вскидку, может, 3-3,5 миллиона человек есть, может, даже чуть больше. Обычное население Киева где-то, ну, смотрите, у нас живет где-то около 4 миллионов или 4,5, по-моему, тех, кто здесь зарегистрирован. И обычно еще здесь, ну, не знаю, миллиона, полтора, два тех, кто здесь проживает, но не зарегистрирован по тысяче одной причине. От студентов до беженцев с Донбасса, с Крыма и так далее. Сейчас, конечно, беженцев стало больше на порядок. И, ну, не знаю, какое будет население Киева. Говорят, что в обычное время вот оно где-то до 7 миллионов доходило. Вместе с теми, кто здесь живет непостоянно. Ну, вот теперь, наверное, будет приблизительно так же. Когда все вернутся, когда беженцы с Донбасса, ну, я не знаю, как они смогут в ближайшее время вернуться домой. Там же Русня все раздолбала, все разнесли. Соответственно, уже сейчас им, как правило, некуда. И я так думаю, что население Киева удвоится в очень короткое время. И я это говорю совершенно без какой-то радости, потому что понятно, что это не от хорошей жизни. Люди вынуждены находиться здесь. У них есть свой дом, своя квартира, которая разбита ирошистами, уничтожена, разгромлена с женой и так далее. Все это можно видеть по тому же Ирпеню, который вот у нас рядом с Киевом. И не только по Ирпеню, и по Борзову, и Шапотине. Вот. Ну, так у нас все более-менее нормально. Если взять магазины, все открыто, то, что так же было открыто раньше, все более-менее спокойно. И как бы вошло в свое обычное русло. Но, я же говорю, все все понимают, все понимают, что у нас сейчас война. И что с этим всем будет в ближайшее время, мне очень тяжело. Слава Украине!